главное для чего собственно нужна операционная система это для выполнения определенных прикладных программ то есть собственно эти прикладные программы и удовлетворяют потребности пользователя и эти программы нужно установить систему есть несколько способов установки но от ручной установки до установки из магазина приложений давайте посмотрим как это сделано в unix и так как у нас всегда работала в unix у нас есть дистрибутив ну не только linux но и дистрибутива других вариантов unix есть разработчик дистрибутива и фактически он заполняет некоторыми системными программными дистрибутив и кроме того дает возможность подключить внешние программы соответственно разработчик должен разработать программу так чтобы можно было устанавливать дистрибутив администратора компьютера должен получить пакет должен получить какие-то инструкции по установке лучше вообще чтобы без инструкции просто стандартным образом устанавливала и установить программу и пользователи собственно пользуются этой программой как распространяется программное общение в unix и в unix и распространение шло с самого начала в виде пакетов пакеты устанавливались стандартным образом то есть каждый дистрибутив предлагал какой-то стандартный вариант установки пакетов в начале конечно распространялась в виде лент в виде сиди дисков и только потом через сеть это очень контрастирует с тем как было в мире windows когда и dos когда каждую программу мы устанавливали требовалось много ручного управления установкой каждая установка была в чем-то уникальная и так далее windows все устанавливается единообразно в unix все устанавливается единообразно и так самая первая вариант это распространение в личной форме то есть или разработчик дистрибутива или разработчик разрабатывающий для конкретного дистрибутива программу он компилит ее то есть у него сборочная среда развернута на его машине он не является разработчиком этой программы он именно вот сборщик программы компилит ее собирает в определенной среде эта среда соответствует среде дистрибутива то есть и библиотеки и так далее и получать компилированную программу после передается эта программа администратору или пользователю устанавливается и соответственно она работает на компьютере другой вариант который стал популярен ну скажем в конце 90-х он существовал и сам по себе но в конце 90-х он стал остро популярен и даже появлялись дистрибутивы которые были направлены именно на такой вариант работы а именно распространение в исходных текстах разработчик программы должен адаптировать сборку так чтобы она выполнялась без всяких дополнительных знаний но самым простой это скажем мэйк файл пользователь набрал слову мэйк и так далее и она скомпилилась системный администратор создает сборочную среду он запускает исходный код с какой-то сборочной процедурой адаптированной получает скомпилированную программу устанавливает систему и вот пользователь пользуется этой программой вот например простейший вариант некая программа скачивается в виде архива распаковывается и у нас лежит внутри файл мэйк в котором написано как должна проходить компиляция сборка программы мы набираем мэйк компилиция мы к стол программу устанавливать в систему можно работать обычно естественно устанавливается как мы говорили в user local и иерархию поскольку это локальная программа локально откомпеленная на системе в системе и за ней никто не следит ну грубо говоря нету автономность некой автоматической системы которая следит за установками которая может как устанавливает так и удалять программы то есть инсталлировать и инсталлировать поэтому фьюсер локал там разбирается пусть локальный администратор в дистрибутивах это все вылилось в форме портов порты у нас были в бсд потом linux и пошли с портами это например тот же генту его ответвление арк linux и так далее как это работает разработчик программы делают исходные тексты а структуру адаптирует для установки в данном дистрибутиве собственно разработчик дистрибутива то есть он делает так называемые порты или портежи он добавляет патчи инструкции по установке да по какие-то объявления переменных так далее 8 все вот это вот адаптацию делает он системный администратор с помощью некой стандартные утилиты запускают чтение этих портов они читаются берутся скрипты оттуда скачивается текст программы компилируется устанавливается вот компилированная программа при этом эта программа управления и компиляции она еще и управляет установкой софта то есть она запоминает что куда установилась чтобы можно было при обновлении версии день старировать старую инсталлировать новую чтобы не было мусора в дистрибутиве ну и надо сказать что вот эти вот портовые дистрибутивы это дистрибутивы на любителя или дистрибутивы для тех кто делает на их основе свои дистрибутивы чаще всего используются двоичные дистрибутивы там двоичные пакеты ну например если вы поддерживаете набор серверов целую кучу серверов то и вам нужно чтобы там все было единообразно и вы не имеете возможности тратить много времени на компиляцию каких-то специфальных пакетов заточенных под разное железо вам удобнее использовать уже скомпеленные бинарные пакеты чтобы разработчик дистрибутива все сделал для вас и вот у нас вся компиляция вся рабочая среда для компиляции находится у разработчики дистрибутива администратору и пользователю приходит только скомпилированная программа которую он и устанавливает это куча дистрибутивов это и вот редхетовские варианты и дебиановские субунту варианты и куча 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 всего-всего-всего это самораспространенный вариант и тут нужно сказать что в этом случае у нас программопишение идет в виде пакета пакет это унифицированная запись этого дистрибутива дистрибутивного программного кода значит мы знаем как устанавливать пакет мы знаем как он ставится в систему без нашего участия и также владелец дистрибутива хранит сервера с этими сборками у себя и список пакетов которые у него есть то есть мы автоматом можем устанавливать туда пакеты в принципе эту же идею взяли сначала разработчики айфонов потом андроида то есть магазин приложений и теперь windows но в магазине приложений он все таки направлен больше на пользователя то есть он выбирает нужную программу и она унифицированным образом ставится а в данном случае поскольку основным человеком который работал с установкой программного продукта был администратор то тут весь интерфейс и вся работа оптимизирована именно под администратора и так что такое пакет пакет это вот некий архив скажем так в нем лежат бинарники значит что там у нас должно быть собственно бинарники ну или исходные сорсы файла значит мета данные там название версия автор установочные скрипты а если исходные коды то там и патчи и так далее и главное это зависимости то есть пакет же не существует сам по себе он не самодостаточен он требует чтобы были установлены другие пакеты и вот эти зависимости они позволяют очень просто работать с программным сечением то есть мы устанавливал какой-то пакет просчитываем зависимости и устанавливаем все от чего он зависит и так менеджер пакетов то есть софтинга которая управляет этими пакетами должна устанавливать программу соответственно установила она должна и удалить программу обновить программу должна то есть она должна проверить программу и обновить ее мы должны увидеть какие программы у нас установлен не установлены какие есть еще и так далее ну надо сказать что эта идеология проникает и в мир windows но есть куча разных пакетов сторонних и систем управления пакетами сторонними надо момент самая развитая это шоколад ли сейчас и сама windows на основе одной из систем управления пакетов пытается сделать свои свою систему управления пакетов очередную и интегрировать ее windows как это будет работать пока не знаю но шока пакеты устанавливаются хорошо и удобно для работы с windows рекомендую наверное главный недостаток это то что текущие вот под windows пакетные менеджеры они могут устанавливать обновлять программу а вот проблемы с удалением и с получением информации о пакетах ну и кроме того такие пакетные мини пакетные менеджеры встроены в разные среды например это в matlab в октаву свой такой пакетный менеджер строим в языке программирования и так далее то есть идеология выйдя из unix распространяется сейчас везде значит естественно одна из важнейших частей функций этого менеджера пакетов это обработка зависимости на чем тут зависимость можно строиться на функционале ну например есть несколько библиотек для обработки ввода и и бедит или редлайн значит и с компеленный пакет естественно цепляется за определенную библиотеку он с ней слинкован а вот если сорсы вы ставите то вот там в зависимости от функционала вы можете выбрать с какой библиотекой вы компелите с какой линкуете значит конфигурации но в термофа например у нас описываются терминалы с которым вы работаете поэтому с ними связано было установочная зависимость то есть нам нужен некий пакет который при дальнейшей работе не нужен а вот при установке при развертывании нужен зависимости виртуальные ну мы можем объединить несколько пакетов в одну виртуальную зависимость но вот глебси такой большая библиотека монстр она из разных кусочков состоит мы можем сделать виртуальный пакет глебси который включает себя кучу пакетов или например виртуальный пакет я во а от него тут уже вот похоже на функциональную зависимость немного на виртуальный пакет я во который внутри имеет одну из реализации языка я вы как вы знаете их несколько бинарных вариантов и так далее ну вот простейший вариант на графа зависимости строится граф зависимости для установки пакета лило например который используется для загрузки это загрузчик такой linux loader то есть ему нужен баш башу нужен редлайн редлайн терминфо ему нужен глебси соответственно глебси нужен тайм зону шелл причем этот шелл это такой абстрактный шелл виртуальный пакет в данном случае мы выбираем что он соответствует шеллу баш глебси соответственно нужен еще ядро клипси которая зависит пакета сетап и так далее и вот построив эту длинную цепочку этот граф мы устанавливаем пакеты при этом нужно сказать что скажем в том же андроиде или айфоне у нас ставится пакет немного по другой идеологии он уже все содержит внутри за исключением определенных системных библиотек на которые он тоже указывает с этими стенами библиотеками следующая проблема ну например запретили google использовать андроиду свой пакет который кроме своих приложений имеет и библиотеки некие системные на которые ориентируется большинство приложений то есть huawei нужно чтобы избавиться от такого ограничения разрабатывать эти библиотеки заново чтобы другие приложения их видели и с ними работали или разрабатывать свои библиотеки и внедрять их в другие приложения то есть заставлять других использовать и их библиотеки в общем такая вот сложность но это все от закрытости у нас есть несколько менеджеров пакетов самые известные это редхетовский рпм и дебяновский dpkg ну естественно вот тут такая вещь вот эти вот менеджеры пакетов они как бы базовые менеджеры они не строят граф зависимости нормальным образом поэтому скажем над рпм настройка юмбала потом сейчас dnf настройка которые строят правильный граф зависимости от на дпкг скажем настройка апкет ну вот redhead собственно пакет состоит из файла значит пакетный менеджер в собственно из рпм который этот пакет хватает и что-то с ним делает соответственно он держит базу данных установленных пакетов и пакеты с расширением рпм но сейчас вот у нас рпм 4 это как бы стандартный пакет и форк рпм 5 который вроде бы немного версии изменилась это не но совершенно другой пакетный менеджер фактически несовместимый с рпм 4 и вот архив cpo в котором лежит все вся информация все данные ну и стандартным образом у нас задается имя этого пакета то есть программа имя пакета версия причем у нас версия программа версия пакета поскольку мы можем перед перри собрать пакет добавить что-то в него не меняя версии программы и архитектура то есть под какую железо он работает ну и таким образом мы видим что работа с пакетами программ с установкой достаточно сложный достаточно сложный процесс в этот процесс включено много людей и разработчики дистрибутивов и разработчики программ и администратор и для оптимизации работы для автоматизации многие юниксы предлагают свои на системы управления пакетами ну вот я помню в дековском юниксе там очень интересно работала система пакетов там коммерческие программы они распространялись тогда на дисках пожалуйста диск со всеми коммерческими программами набор дисков машина шел с огромным количеством коммерческих программ бы мы могли их установить но они не работали потому что их нужно было активировать с помощью ключа то есть вы установили программы работать могли только активировав с помощью ключа который купить ну вот такой подход современные дистрибутивы используют репозитории с программами с бинарниками программ с компелёнными под разными железо и все это доступно через сеть интернет ну вот такие дополнительные материалы могу вам порекомендовать и в конце естественно вопросы для самоконтроля контроля